Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 2 января. Я хочу сейчас вам показать вот мои томаты. Самый-самый первый посев, который для теплицы, для получения раннего урожая, который я сеяла 26 января. Они у меня некоторые сорта взошли сразу же, через 3 дня, через 4. Вот видите, вот эти уже давно взошли. И опять же, вот эта проблема, про которую я говорила, что лучше не сеять разные сорта в один лоток, потому что, видите, какие-то хорошо взошли, какие-то вот только-только петельки показались, и они будут неравномерные, но с первым посевом, иначе мне не сделать, потому что я сеяла несколько сортов в один лоток. Я не могу каждый сорт посеять в отдельную емкость. Видите, каких-то вообще еще нет. Но в видео я хотела не об этом рассказать, а о том, вот взошли первые томаты, что с ними дальше я делаю, и что нужно делать. Тут расходятся мои действия с рекомендациями специалистов, потому что все специалисты рекомендуют, как только появились вот такие вот маленькие, вот, например, ряд, смотрите, если вы сможете создать, ну, следовать инструкциям специалистов, то лучше делать так, конечно. Вот появились как только маленькие, везде пишется рекомендация, что их на неделю нужно поставить в более прохладное помещение, короче, понизить температуру. Для чего? Для того, чтобы вот эти сеянцы молодые не вытягивались. Они же тянутся к свету. Если тепло, теплая температура, то они вымахают, и может испортиться качество рассады. В таких случаях в прошлом году я ставила их на подоконник. Вот сейчас они у меня на стеллаже внутри помещения, а ставлю для понижения температуры на подоконник. Но сейчас у нас такой мороз, и я вот сейчас стою, встала утром минус 38 на улице. Ясно, что на окне ни о каких 16 градусах, там даже говорить нечего. Окна все промерзли до такой степени, что даже с внутренней стороны стекла налить. Ну, представьте, 40 с лишним градусов ночью. И если я поставлю их на подоконник, да, я сдержу рост их вверх, но я, возможно, застужу. Грунт будет очень холодный, я застужу корневую систему, сделаю еще хуже. Поэтому я отступаю от рекомендаций специалистов, не выставляя их вот на холодное помещение, потому что у меня другого нет, кроме окна прохладного помещения, а на окне очень холодно. Но ясно, что если там ледяная налить, вот с внутренней стороны, то там, наверное, на подоконнике градусов 10-8, не буду мучить свою рассаду. Но если у вас есть возможность на неделю поставить в более прохладное место, если у вас нет таких морозов, как у нас вот в Сибири, то нужно их на неделю поставить. Что делаю я? Я оставила здесь самую главную процедуру, которую я делаю. Как только появились, вот видите, они обозначились редки, я сразу же делаю первое рыхление. Специально пореже высаживаю, чтобы прорыхлить. Рыхлилка у меня своя. Видите, с этого... Шампур. Шампур от шашлыка, обыкновенный вот алюминиевый. Мы когда берем где-то шашлыки, я все шампуры везу домой, изгибаю вот такой формы... Ой, сейчас, подождите. Она очень удобная. Вот так в руку беру. И она такая миниатюрная, что никакая магазинная рыхлилочка не подходит. И вот так вот я осторожно, я начинаю между уряди прорыхливать, потому что для нас сейчас самое главное создать благоприятную атмосферу, благоприятные условия для развития корневой системы. А поступление к корням воздуха, это вот даже важнее, чем полив. И одновременно сразу я проверяю влажность почвы. Вы видите, что как... Ни разу я еще не поливала, я уже говорила, я не поливала при посеве сверху, только пленочкой накрывала. Не поливала после всходов. Вот с 26 января у меня этот грунт не полит. И вы видите, что он совершенно сухой, казалось бы. Но вот проверяя вот так вот этой вот ковырялочкой, я вижу, что внутри-то грунт, он еще не совсем сухой, он кажется, что сухой. Но по состоянию грунта я вижу, что легкое опрыскивание все-таки можно сделать. Я уже говорила, что полив из лейки я никогда молодым не делаю. Самое главное, не разводите сырость в лотках, особенно для ранних посевов. Вот сейчас, если еще температура, если у вас нет стеллажа, выращиваете, например, на окне, еще температура низкая. Если будет холодно, сыро, если сырость разведете, черная ножка быстро очень появится, или черная ножка, или другие, там любые корневые гнили. Все. Вот первый уход мой заключается в том, что я прорыхлила. Делаем все то же, что самое, что в огороде с грядками. Я прорыхлила, сейчас сверху немножко опрыскивание, методом опрыскивания, смочу грунт, и все. Им ничего не нужно. Они будут понемногу расти. Лампу я сначала, видите, у меня низкая лампа, вот она прям. Я сначала на расстоянии, ну, 10-15 сантиметров делаю. Потом, когда сеянцы будут немножко подниматься к лампе, я буду ее поднимать. Она у меня вот на таких веревочках. Ой, сейчас покажу. Видите, у меня она вот так вот на веревочках. Без лампы, видите, как темно у нас, хотя время сейчас полодиннадцатого. Вот на этих веревочках я делаю ниже, выше. Вот сейчас у меня эти сеянцы немного постоят, порастут. Как только появится один настоящий лист, полноценный, и начнет показываться второй, я начну их пикировать. И уже при пикировке буду разделять по сортам. Нынче очень странно получилось, смотрите, подарочный и королевский. Они выскочили буквально на третий день. Моментально только я их посеяла. Остальные еще пробуждаются. Но как вы видите, что тут не надо... Я еще при посеве говорила, многие не верят, что вот в таком полусухом грунте быстро взойдут семена. Вот посев 26-го, у них уже 2 семидоли нормальные. Сейчас скоро будет настоящий лист вылазить. И я вот придерживаюсь этого принципа, что я сильно не поливаю, не заливаю. Может быть, за счет этого нас минует и черная ножка, и рассада не загнивает, не плесневеет. Грунт в лотке. Все, на этом закончу. Вот появились первые всходы томатов. Что я делаю? Я рыхлю и провожу поливы методом опрыскивания. Не проливаю весь грунт в лотке. Грунт должен быть так же, как я говорила при посеве, он должен быть влажный, но такой рыхлый и сыпучий, чтобы был доступ воздуха к корням. Это самое главное. Нам главное сейчас вырастить здоровую рассаду. В следующем видео я буду вам рассказывать про Привикур Энерджи, потому что наступает время массовых посевов. Этот препарат я уже опробовала на себе. Он мне очень хорошо помогает. Многие интересуются им, потому что он малоизвестен, еще не до всех он дошел. Может быть в некоторых населенных пунктах его вообще нет. Я про него вам расскажу сейчас.